Давайте продолжим. Верницкий Первый канал. Дайте, пожалуйста, микрофон. Антон Верницкий Первый канал. Владимир Владимирович, происходящее сейчас с нашей экономикой, это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? Нет. Это не расплата за Крым, это расплата за... Это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. И вот почему. Я уже, отвечая на вопрос вашего коллеги из НТВ, сказал, что мы после крушения Берлинской стены, после развала Советского Союза абсолютно раскрылись перед нашими партнёрами. Что мы увидели? Прямую, полную поддержку терроризма на Северном Кавказе. Ну, прямую, понимаете? Это что, партнёры как разве поступают? Я сейчас не буду вдаваться в детали, но это факт. И все это знаем. По любому вопросу, вот чего бы мы ни делали, всегда мы встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами. Но давайте вспомним, давайте вспомним, как страна готовилась к Олимпиаде 2014 года. С каким подъёмом, энтузиазмом мы это делали? Для того, чтобы устроить праздник не только для наших любителей спорта, но и для любителей спорта во всём мире. Но это же очевидный факт. Были предприняты беспрецедентные попытки, явно скоординированные, дискредитировать и подготовку к Олимпиаде, и самку к Олимпиаде. Ну, это очевидный факт. Ну, зачем? Кому это надо? И так бесконечно. Вот я приводил, знаете, на «Валдайском клубе», так называемом, пример, и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чём дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишкин нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гореть поросят и под свинок по этой тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдёт, ну и Мишкин не нужен, так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с её богатствами неизмеримыми. Как несправедливо. А отцапать, отхапать у Мексики Техас – это справедливо. А то, что мы на своей собственной земле хозяйством – это несправедливо. Нужно раздать. А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда Мишка вообще не нужен. Его чучело из него сделают, и всё. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы должны все понять. И если мы считаем, что одна из проблем, которые сегодня есть у нас, в том числе в экономике, в результате санкций, она действенная, а это так и есть. Из общего объёма проблем, если так условно взять, процентов 25, наверное, это влияние санкций, 25-30. Но мы должны это понять. Мы хотим сохраниться и бороться, изменить, кстати, к лучшему, воспользовавшись этими явлениями сегодня нашу структуру экономики, быть более независимыми, пройти через это. Или мы хотим, чтобы нашу шкуру повесили на стенку. Вот у нас какой выбор. И Крым здесь ни при чём.